Всем привет, друзья! С вами Барон. Ребят, сегодня я буду покупать новый автомобиль. Свою элегию я вчера слил в ГОС. У меня появилось совсем немножечко денег. И как раз-таки этих денег хватает на новейший, так сказать, автомобиль для себя. Так, к тому же еще работает Boost Info. Собственно, работают бонусы. Это уже просто круто. Так, баланс, смотрим, у меня сейчас на счету 13 миллионов. 13 миллионов долларов, так сказать. 13,7 где-то у меня кака. Плюс у меня дом за 16 миллионов, плюс машины. И сейчас будет еще одна новенькая, интересненькая машинка. Собственно, откуда у меня появились эти 13 миллионов? За это я, конечно, благодарен всем, ребят, вам. Конкретно тем людям, которые бывают на стримах. Плюс сейчас, конечно, качество картинки на стриме не особо, как многие видели. Но я сейчас включил донаты и начинаю копить себе на процессор, чтобы качество картинки было просто идеальное. Процессор, скорее всего, i5, плюс материнская плата. И, впрочем-то, все будет просто супер. Буду стараться стримы для вас делать просто идеальные. Немного приболел сейчас. Вернулся, опять же, с вождения. Был на автодроме, ездил по городу, покатался. В принципе, все хорошо. Сейчас, как только куплю автомобиль, сразу нужно будет затюнинговать его. Так. Пишем еще рабочее СТО. Отправляем. И сейчас Артур Гебадуллин, я думаю, отредактирует. Он, кстати, был лидером Вагос. А потом, все-таки, я так понимаю, снялся он с Вагосов. Либо же сам, либо же слетел. Но, скорее всего, сам. Потому что ему бы дали варн, если бы он слетел не своим ходом, так сказать. Хорошо. Автомобиль, разумеется, будет А-класса. Что касаемо этих 13 миллионов, дают мне, ребята, подписчики, просто огромные суммы. За день донатят, там просто дают по 5 миллионов. За это им огромное просто. Спасибо, кто-то 100к дает, кто-то 200к дает, кто-то 5 миллионов дает. То есть, большое вам, ребят, спасибо. Серьезно. Я сейчас куплю себе новый автомобиль и буду копить себе на хороший, крутой, дорогой бизнес. Типа дохер Тегас или что-то типа того. Сейчас, на самом деле, можно купить любой автомобиль. Например, Буффало. То есть, опять же, о цене вообще не заморачиваюсь пока что. Вот мне, например, человек. Алло. Да, слушаю вас. БФ Инжектор. Например. Или вот Котка Найф можно второй купить. Но, нет, конечно, нет. Я не настолько отбитый. Я работаю. Завтать. Чего? И гоу тюнить. Я у казино. Ага. Так, я еще карп покупаю. Я еще автомобиль покупаю. Барон, ты клевый. Удачи в роликах. Смайл. Спасибо большое, чувак. Не знаю. У меня сейчас выбор между туризма, между, собственно, разумеется, буллетом и между Инфернусом. Но, я не знаю. Это такие понтовые машины. Гоу, я буду твоим личным водителем. Нет, спасибо пока что. Когда купишь, пиши. Ок. Ну, блин, я проедусь по СТО, наверное, просто. Да и все. То есть, у меня выбор между вот этими вот двумя автомобилями. То есть, у меня либо туризма, либо же буллет. Буллет такая довольно маленькая такая машинка. Едет 112, туризма вообще 107 едет. Но она более красивая. То есть, у нее потрясающие фары просто. Да и сама морда у нее довольно-таки красивая. То есть, погонять на ней тоже можно. Но смотрюсь я в ней не особо. В бульте вообще жопа полная. То есть, смотрюсь как это какой-то... Не знаю. Но это, опять же, белый цвет. То есть, если цвет, допустим, поменять. Что-то типа вот такого вот. Сейчас просто найдем подходящий цвет заодно этому автомобилю. Допустим, вот, я не знаю. Давайте вот такая вот полоса будет. В принципе, в принципе, покататься можно. Вот такого вот. Вот, вот это просто третий и 111. Просто вот третий и 111. Вот сейчас 3, 111. Я вот это вот, так сказать, скопирую себе. И я думаю, покупаю буллет. Минус 4 миллиона будет. Взамен на фагио. Все. Приобрел я себе, я так понимаю, буллет. Не знаю, реально ли приобрел или же нет. Но сейчас проверим. Достаточно просто доехать до дома или же склеить ласты и появиться дома. Какая нью-тачка. Все, увидите, ребят. Опять же, ребят, не забывайте заходить на стримы. Стрим будет сегодня. Видео зальется, кстати, 12-го числа. Какого-нибудь? 12-го мая. Собственно, сейчас поставлю заливаться ролик. И как только залью, сразу же запущу стрим. Ну или же даже раньше запущу. Так. Какое СТО? Езжай в СТО, чувак. Собственно, раньше запущу, наверное, стримчанский. И уже там буду кататься. Я у кузина завери. Езжай в СТО, братан. Такси, что ли, лень вызвать? Так, машинки у меня, разумеется, сейчас нету. Фикс-кар. И вот. Вот он мой Булит. Кстати, в таком странном довольно цвете. Не, ну хотя цвет я этот уже поставил. Буду в этом, наверное, цвете и кататься. То есть вот Булит. 3-3-60 что-то. А, Буффало, блин. Все понятно. Так, я вес колосс. Чувак, чувак, ты чего несешь, а? Просто скажи мне, пожалуйста. Четвертый левел. А, ну, может, ребенок какой-нибудь пишет. Ладно, поедем по СТО. Завери до, ну, до СТО. Ясно все. Ладно, не буду я тебя забирать. Поедем. СТО-СФ, я так понимаю, не работает. Поедем в СТО-ЛВ сразу же. Можно даже этого и забрать, кстати. Так, что-то у меня, короче... Э, тихо, ФПС, ты чего. 40 литров бензина у меня немного сперли. 160 литров у меня украли уже. Но так как машины сливаются в ГОС, они ставятся опять на конвейер, так сказать. Без, так сказать, тюнинга уже встают они. И потом, опять же, кто-то покупает и все встает на круги своя, так сказать. Потому что машин, на самом деле, очень много сливается в ГОС. Даже я уже слил порядка 7 или 6 машин в ГОС цену. Конечно же, я ухожу в минус с автомобилями. Я не барыжу автомобилями. Я просто катаюсь для себя, показываю вам, как иной, там, какой-нибудь автомобиль. То есть, допустим, я еду на буллете, потом, хоп, я пересел на супер-жити. Показываю вам, как он управляется, говорю, то есть, свои комментарии про этот автомобиль, говно или нет. Разумеется, комментарии у меня абсолютно честные, то есть, никакого там накрута нету. Но буллет сам по себе довольно неплохой. То есть, он, конечно, это для понторезов таких, знаете, типа, йоу-йоу, у меня буллет, все хорошо, типа. Так, что касаемо карпаса, ну, разумеется, 100%, Сергей Горсимовладелец, буллет, все хорошо. То есть, 100%, проценты у него стоят примерно 60 тысяч, то есть, довольно-таки дорогие у него процентики. Но, опять же, эти проценты можно без проблем купить или же попросту, так сказать, слить его в ГОС и не париться по поводу процентов. Потому что, если вы хотите купить еще один буллет, то проще восстановить этому проценты, если у вас там 20-й год какой-нибудь или 4-й. И все, просто не париться. Ну, не знаю, опять же, сколько будут стоить эти проценты. Если больше 3-х и 5-ти кака, то можно, конечно, и в ГОС его слить, поставить новый тюнинг. Так, тюнинговать я его буду, разумеется, под себя, то есть, я не буду сейчас выбирать между кутер и свитч дисками, как многие это делают. То есть, они выбирают себе либо свитч, либо кутер. Так как кутер довольно красивый, они подходят под этот автомобиль в любом оттенке, когда этот автомобиль... Ну, и свитч, соответственно, тоже. Так, это Ваня. Это не то. Ладно, давай заберем все-таки бомжа этого. Ну, и где он? Ну, ясно, все понятно. Короче, он все-таки убежал куда-то. Поедем тогда в СТО. Надо, кстати, на заправку заехать, заправиться немного, потому что 24 литра. И жрет он, кстати, по 4 литра. Ну, довольно прожорливый автомобиль. Но покататься на нем самое то. Кстати, мне кажется, желтую полосу нужно. Ну, в принципе, пока такой цвет мне нравится автомобиль. То есть, красный, все хорошо, то есть, все супер. Диски. Можно даже без тюнинга ездить, но на самом деле очень красивый автомобиль. То есть, если у вас нет денег, у вас есть только деньги на Infernus Tourism или там Bullet, то лучше взять Bullet, потому что он и без тюнинга довольно красив и довольно-таки скоростной. То есть, что касаемо туризма, у нее диски довольно плохие. Но она, конечно, краше Bullet, потому что она все-таки создана для того, чтобы просто все девочки текли. А Bullet это такое, знаешь, типа скоростного автомобиля. Просто катаешься, угораешь. Ну, и что-то в этом роде. Так, ну что. Ага, то есть, он тут работает, что ли, этот чувак, или нет? Ну-ка, train4. Нет, стоп, он не тут работает, а какого фига? Team, 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 Team. Так, Team. Тут его нету. Ганжубас, Итс. Ганжубас, Ноул и Антон. Антон, Вэл только. Нет, все. Окей. Никто не работает на этом СТО. Сейчас поедем, заедем на заправку около 4 драконов и все. Но я все-таки чувака этого спрашивал, то есть 17 AD. Он оффнулся, нет? Нет. А, да, он оффнулся. Вроде как 17 AD. А, нет, Killmore, нет. Так, какое СТО у тебя? 14 левел, то есть я с ID-шниками перепутал, что ли? Да, я перепутал с ID-шником, а 14 левел. Неплохо, неплохо. Ну, я 20, скоро 21, в принципе, буду. Возможно. По такой машине нужен клиз соответствующийся, мне кажется. Вот такой вот. Я думаю, 15 клиз, самое то. Кстати, ребят, в ближайшее время будут видосы по различным работам. Опять же, буду проверять. Я у казино, у казино приезжу, приезжуца. Какой-то, блин, странный чувак, я не знаю. Но он не знает, мне кажется, русского языка. Может, не русский, правда. Завери, в смысле завери. Давай, я тебя заверу. Вот, 17 AD. Давай, братан, падай. Садись. Поехали. Называй мне свое СТО. Куда поедем? Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тупое животное. На, идиота кусок. Я же специально на встречку даже вылетел, чтобы он не врезался. Но идиот все-таки. Он и в Африке идиот. В итоге сбил меня он процент. У меня теперь 99%. Впрочем, неплохо. Так. Снимаешь? Блин, братан, в одном слове две ошибки. Серьезно. Го, ЛС. Ну-го. Поехали в Лос-Антос. Блин, все-таки печально. То, что машину мне немножко повредили. На самом-то деле. Ну, мне это не особо важно. По сути. У него, кстати, фара немного вот эта вот. Правая фара у него. Что-то как-то немного косит. Потому что вот эта вот нормально, а вот эта у него косит конкретно. Ну, ладно, неважно. Мне на морду ему не смотреть. Мне ему смотреть конкретно на жопу, я так понимаю. Потому что так я и буду ездить. Или же можно вообще не смотреть на что. Пацанчик пытается добиться. Снимаю ли я? Нет, не снимаю, братан. Ну, такое. Довольно странный человек. На самом-то деле. Очень много ошибок допускает. Ладно, я понимаю, там, ну, снимаешь. Вот. У него две ошибки. То есть он сня. Снимаешь. Не снимаю. Так. Я не знаю. За проценты я, кстати, никогда не борюсь. На самом деле. Для ответа на вопрос. Да нет, все, отстань. Я за проценты никогда не трясусь, так сказать. Не борюсь. Потому что мне не важны они на самом деле. Я катаюсь своим ходом. У меня четыре автомобиля. Хочу покататься, катаюсь. Не хочу покататься, не катаюсь. То есть такое. Вообще пофигу. То есть это сейчас я вот корпус проверяю иногда. Ну, а так нет. О, собственно, вот он, чувачок. Нормально, 12 секунд АФК, пацанчик. У меня 99-ый. У меня. У меня. У меня. Давай, иди переодевайся. Записывай меня. Давай, дружок. Я так понимаю, он не хочет переодеваться или что-то типа того. Типа сейчас меня уволили. Да. Выгнали меня. Го, го, го. Давай. Ну, бывает, тебя выгнали, бывает. Работать надо, потому что они хернёй заниматься. Надо быть постоянно на рабочем месте. Всё, поехали, поехали. Садись. Ох, какой умный, а. Забрать хотел автомобиль. Пошёл ты нахер. Умный чувачок, однако, да. То есть, хотел стырить, а в том моё. Так. Диски. Смотрим. Диски все смотрим. Я нажму, какие нужны будут. Давай, посмотрим диски для начала. Если, конечно, меня заинтересует какая-нибудь модель дисков, так сказать. Шадов нет. Нет, ну, они, конечно, прикольные, но нет. Это тем более нет. Довольно-таки убого выглядит. Тоже нет. Слишком мрачно. Ну, это как-то, ну, более-менее, но это такое. Классик. Классик. Классику тоже не нужно, к сожалению. Вот это можно, конечно, твист, но, блин, у меня уже стоят такие диски. А вот тебе, в принципе, и кутер. Но, опять же, они у меня такого цвета, что они под мой оригинальный цвет не подходят. Вот свитч подходит, но они чёрного цвета у меня, опять же. Грув. Не-не-не. На улице дождь ещё, блин. Вот эти можно. Импорт. Вот эти я поставлю, пожалуй. Вот эти я поставлю. И нитро. Нитро 10x. Давай, нитро 10x, разумеется, само собой. Всегда ставлю нитро 10x, когда есть деньги. Так. Стерео. Стереосистему поставлю. Жируем, шикуем просто на все бабки, ребят. Вот, Sony, стереосистема. Всё. Всё. Всё, братух. Гидравлику мне, к сожалению, не надо. Сам понимаешь, что это всё говно. Давай, я тебе даже удачную дорогу. Спасибо большое. 9000 я ему дам. Братан, извиняй, но я всё-таки поеду покатаюсь, короче. Нет. На самом деле, Bullet просто ожил на данный момент. То есть, всё-таки, эти диски ему подходят, насколько я понимаю. То есть, всё. Опять же, оценки в комментариях, ребят. Если вам нравится данный автомобиль, ставьте лайк. Серьёзно. Потому что Bullet сам по себе хороший автомобиль. Он довольно красивый, он мощный, быстрый. И опять же, он довольно-таки крепок. То есть, если равнять туризм и Bullet, то у Bullet проценты намного реже сбиваются, чем на туризма. Туризма довольно часто всё это сбивается. Infermos, конечно, крепче Bullet будет, насколько я понимаю, потому что у него морда крепкая, а жопа слабая. А у Bullet наоборот. У него морда и жопа, они довольно-таки крепкие обе части. Так, заедем давайте сюда. Выйдем, так сказать, на тротуарчик. Нет, машина, машина, конечно, хорошая. То есть, на самом-то деле, вот Nitro, стереосистема и такие диски, они подходят, на самом деле, к Bullet. То есть, ну, кто бы что ни говорил, но на мой вкус, как бы, красиво. То есть, под мой скин такой автомобиль супер просто подходит. А всё, что касаемо остального... О, нифига, чувак стоит. Всё, что касаемо остального, как-то не знаю. Чё такое? Парашют. Клюш какая-то. Это цветы. Всё, еду на свадьбу. Так, эту херню. Ясно, чё это такое? Катана. Две катаны купил. Ну, я, в принципе, введите количество патронов. С чего это? А, вон я чё сейчас покупать буду. То есть, 500 баксов за один патрон, вы серьёзно, что ли? То есть, в смысле, я куплю, допустим, 22 патрона, и мне снимут минус 1000 баксов. А, вон как. Хорошо. Мда. Жесть полная на самом-то деле. Так, и чё у нас по бабкам осталось? Во-первых, скоро будет сходочка, я думаю. Посмотрим, что у нас по бабкам. Баланс у нас 87кк. Собственно, было 13 миллионов, стало 87. То есть, сейчас я закину бабки, если то будет 8,8 миллионов. Ну, неплохо, неплохо, я хочу сказать. То есть, хватит ещё на один автомобиль. Но я не знаю, какой автомобиль заменить. Собственно, на Твинка я не могу ничего купить. У меня там нет денег для того, чтобы приобрести себе домик. Банально. Какой-нибудь С-класса где-нибудь. То есть, понимаете, что нужно, опять же, 2 миллиона там, чтобы приобрести себе дом. Я могу, конечно, с этого аккаунта перекинуть, но через кого, не знаю. Вот, кстати, Майк. Майка Марокко, в принципе, можно через него. Или же через Джимми Ливонова. Собственно, напрямую через администратора сервера. Но на данный момент его нету. Ну что ж, ребят. Давайте забежим в мэрию. Посмотрим, что там будет. Так, вот так вот с этим. Бегать, блин. С лопатой удобнее как-то бегать. С лопатой бежишь. И многие уже знают то, что у тебя есть лопата, значит. У тебя имеется хата. Так, что у нас по бизнесам? Ничего. Кстати, ребят. Нужно проверить ферму четвертую. Я все тут гоняюсь за каким-нибудь бизнесом для вас. Собственно, если я приобрету бизнес, будут выходить регулярно каждый день видео, разумеется. По тому поводу, что будут и стримы на стримах, будем работать все на ферме. Кто пожелает, разумеется, если будут такие люди, то есть помочь мне развиться, так сказать, на ферме, то это будет все на стримах. Реально, не забывайте заходить, потому что на стримах все же по 60 человек бывает, по 50, по 60. Ну, бывает и 30-ка по сампику. Но было бы лучше, если было бы за 200 человек. Надеюсь, что мы друг друга поняли. Поможете мне, надеюсь, развиться еще и на свище. YouTube я забрасывать, разумеется, не буду. Я сейчас, когда стримлю, наоборот, нахожу себе больше тем для снятия видеороликов. Опять же, какие-либо работы. Дальнобойщик, таксист, автобусник. И, опять же, покупка различных автомобилей. Ну, и разговор, собственно, дикция. Все это тоже налаживается в этом плане. То есть, если вы постримили часа 2,5-3, то вы уже готовы говорить. У вас имеются темы для разговоров. Ну, и, впрочем, там никаких проблем больше с разговорами не будет. Сейчас доедем до 4-й фермы. И, я думаю, на этом можно закончить. Если я ее, конечно, взял, то будет просто супер. Если же нет, то ладно. Обменяю NRG 500 на Inferno's Bullet Tourism. Неплохо, конечно. Я могу обменять. Надо, нет? Не, на самом деле нет. Нифига. Нет, не взял я все-таки эту ферму. Мне так кажется, Finfo. Да, Nike Haster ее взял. Баланс банка 344 тысячи. Лучше бы он снял эти деньги. Взял он ее недавно, потому что Lantax 350. Собственно говоря, фермеры. Фермеры сейчас могут снять все эти баланс банка. Весь этот. В принципе, на изи вообще. На самом-то деле. Если берешь СТО, то полтора миллиона сразу снимай лучше, которые там будут. Или миллион, там сколько придет. Допустим, там 30% от суммы приходит. И сразу лучше эти деньги снимай в ноль. Чтобы, ну, оставляй там где-нибудь 100 тысяч и все. Для того, чтобы все-таки работников выплачивали зарплату. И они не снимали, не сливали СТО. То есть, мне вот сейчас регулярно задают вопрос. Ты не боишься, что так же и тебе будут сливать? Нет, я в этом плане подкованный человек. То есть, я вечером снимаю деньги. И у меня просто суточный онлайн. То есть, я часа по три, по четыре сижу в онлайне. Для того, чтобы, разумеется, снимать деньги с СТО. И чтобы не сливали мое СТО. Но, опять же, у меня работники каждый день меняются раза по два. То есть, кто-то не работает, я ставлю новых. Приходят новые, они работают. Приходят старые, я опять их ставлю. И так далее. То есть, чтобы все было хорошо. Кстати, третья ферма тоже слетала. Проверим и ее. Но тут, я так понимаю, все уже куплено. Кстати, довольно неплохое место третья ферма. Третья. И, насколько я понимаю, первая ферма, они довольно-таки неплохие. Так, финфо. Ну что ж, тут у нас тоже чувак не снимает. У него лантакс минус 1000. То есть, она слетела более раньше. И я кита не заходил сюда. Я так понимаю, она скоро тоже слетит. Ну ладно. Ну что ж, на этом можно закончить. Оценивайте буллет в комментариях. Будет, опять же, ссылка на стрим в комментариях. Многие спрашивают, где же ты стримы проводишь, как ты их проводишь и так далее. Все будет в комментариях, ребят. Читайте комментарии, не забывайте. Не забывайте, разумеется, ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok